Привет, просветители! В последнее время я все чаще и чаще получаю подобные вопросы от подписчиков. Знаю, как это звучит, но мне правда такие вопросы задают. Павел, а как вы относитесь к семейному обучению? Как вы думаете, стоит мне дочь на домашнее перевести? Ну, если вы обещаете рассказать ей, кто такие скоморохи, то флаг вам в руки. Действительно, далеко не все родители, хотя давайте все же вещи своими именами называть. Предатели. Предатели Родины. Довольны уровнем отечественного образования. Наверное, просто отчеты Сергея Кравцова не читали. Занимательное ищтиво. Задачу войти в десятку сильнейших стран мира по качеству школьного образования мы выполняем даже с опережением. Правда, наша страна больше не участвует в большинстве международных исследований качества образования. Почему бы тогда сразу же первое место не нарисовать? Написал в своем телеграмме я и... буквально через две недели. Отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. И как вам такое? За одну неделю аж через 10 мест перепрыгнули. Ну, стахановцы, не иначе. Че? Некоторых родителей напрягает очевидный. Для предателей. Поворот в сторону чего угодно, а не традиционных. Русский, математика, физика. Как будто они сейчас кому-то нужны. Что, хочешь получить образование, чтобы страны сбежать? Ничего, облаву метро быстро в чувство приведет. Третьих пугают душеспасительные беседы, которые порой заводят педагоги с учениками. И нет, я не про разговоры о важном. Некоторые учителя и без новых предметов с радостью делятся своей политической позицией. Почему? Правильно. Потому что педагог это призвание. И вот тут с этой промытой пропагандой либердой можно даже согласиться. Да, бывает и такое. Мы на этом канале за справедливость. Кто больше заплатит, тот и прав. Родители имеют право знать, о чем на уроках говорят с их детьми. А важно. Потому что по закону все-таки именно мать и отец несут ответственность за воспитание ребенка. Это, конечно, упущение. А то вдруг какой-нибудь предатель, затесавшийся в ряды наших педагогов, пытается затуманить мозги детям леволиберальной повесткой. А мы этого не хотим. Поэтому можно только приветствовать инициативу Министерства просвещения, выкладывая сценарий особо важных уроков в общий доступ. Каждый неверующий Фома может зайти, прочитать и удостовериться. Никаких родителей номер один и два. Только традиционные ценности. Кстати, 24 октября нас с этой темой и ждет. Ну и в качестве бонуса эти же сценарии подарили нам рубрику Разговоры о важном со стоповым. На этой неделе темой занятия была музыка. Поэтому здесь особо контента не сваришь. Я, конечно, люблю кликбейты, но здесь даже мои полномочия все. Но 17 октября прошел урок мужества. В некоторых школах он, кстати, музыку и заменил на разговорах о важном. Не до песенок сейчас, сами понимаете. Да и два важных разговора в один день. Даже для нашей школы перебор. Приходится выбирать. Содержание этого занятия для некоторых родителей, как мне кажется, станет... Сюрпризом. Уже жду комментариев. А у нас этого урока не было, ты обманываешь, отписка. О чем же рассказали школьникам и студентам колледжей, узнаем сразу же после сообщения от спонсора этого выпуска. Друзья, думаю, вы согласитесь, в жизни важно поддерживать разнообразие и иногда менять распорядок. Смотреть совершенно разные фильмы, слушать разноплановую музыку. Да даже на работу, например, раз в неделю ходить иным маршрутом, чтобы избежать рутины. Или вот в еде это важно. Разные блюда, продукты, кухни мира. Да хоть пицца с ананасами, почему нет? Вот для таких случаев и придумана доставка еды Фудбенд. Они на своих больших кухнях готовят и сами доставляют круглосуточно разнообразные вкусняшки по всей Москве. А с моим промокодом Астапов, Фудбенд вновь работает большая скидка на все заказы. То есть пробуй новое хоть каждый день. В меню Фудбенд много всего. Пицца из печи с разными начинками. Классика, острые, изысканные новинки или вегетарианские. Тем, кто на диете и тесто как-то не очень, ешьте больше рыбы и морепродуктов. Берем роллы с лососем, кальмаром или угрем. Или вообще удивите себя и близких рядом. Возьмите гавайскую кухню. Есть поки, рыбные, мясные или веганские болы. А если хочешь на ужин что-то погорячее, есть много блюд со сковородки. Лапша-вок с креветками или говядиной. Или вот смотрите вы футбол. Под него зайдут крылышки барбекю, как в хорошем пабе. Кстати, для моих зрителей и предпринимателей у Фудбенд еще есть и франшиза. Если вы живете в регионах, то помогут с ребрендингом существующего ресторана или с открытием с нуля пиццерии или доставки. Подробнее по ссылке в описании. Ну а если просто хотите вкусно поесть, пишите при заказе Фудбенд промокод ОСТАПОВ. Будет вам большая скидка на все заказы и любые блюда. Кликайте по ссылке ниже и приятного аппетита. А теперь давайте договоримся. Я предоставлю вам информацию, покажу презентацию, зачитаю отрывки сценария. В общем, дам пищу для размышления. А выводы вы сделаете уже сами. Меня и так без конца обвиняют в предвзятости, проплаченности. Кстати, ссылка на донат в описании. Это даже не шутка. И прочих грехах. Да и материал, как мне кажется, говорит сам за себя. Поэтому постараюсь ограничить свои комментарии. А вы тоже заметили, как я ловко заменил фразу «Товарищ майор, пожалуйста, не заводи уголовку». 17 октября в рамках урока мужества во всех субъектах нашей страны пройдет всероссийская акция «Письмо солдату». В ней примут участие школьники, студенты колледжа и воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России, юноармейцы и курсанты учебно-методических центров «Авангард». Мне самому доводилось несколько раз проводить подобные уроки. На них мы с учениками говорили о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому первые несколько слайдов презентации мне очень хорошо знакомы. Да и думаю, абсолютного большинства подписчиков моего возраста информация на них тоже не вызовет удивления. Правда, может сложиться впечатление, что авторы презентации не только хотят показать мужество советского народа, но и отметить слабость, не знаю, подойдет ли здесь это слово, европейских стран. Больше всего почему-то досталось Греции. 24 дня греческого сопротивления аж на двух слайдах отметили. Эти примеры служили нравственными ориентирами для всех последующих поколений защитников Отечества. И на этом знакомый для меня материал заканчивается. Чувствую себя старым. Предыдущая фраза преподавателя должна служить мостиком к современным событиям. Невероятно, но фашизм возродили уже в наши дни на территории Украины, где эта бесчеловечная идеология получила государственное одобрение и даже поддержку. Объектом ненависти был выбран российский народ. На Украине мы столкнулись с возрождением нацизма. С первых дней независимости идеология Украины строилась на фундаменте украинского нацизма. Иначе было невозможно разорвать традиционные связи с Россией и оторвать Украину от русской цивилизации и культуры. Если исходить из того, что это занятие все же предполагает обмен мнениями, а не просто лекцию учителя, ну, знаете, вся эта современная ерундистика, школьнику есть что сказать. Можно предположить, что у некоторых учеников возникнет вопрос. Хотя, возможно, это только у меня мозг так по-особому работает. Если с первых же дней украинской независимости идеология этой страны строилась на нацизме, как утверждает презентация, а кто я такой, чтобы со школьными презентациями спорить? Почему российские лидеры 30 лет украинским политикам рук протягивали, какие-то договоры подписывали, о чем-то договаривались? Просто вопрос. Дальше школьникам рассказывают, как Украина готовилась к нападению. США, Великобритания и их союзники создали из Украины антироссию для разрушения и уничтожения не только нашей страны, но и всего славянского мира. Жаль, западные и южные славяне этого еще не поняли. Или чехи, поляки, словаки, хорваты к славянскому миру не относятся. Просто они на всю ситуацию немного по-другому смотрят. Не, ну, если судить по последнему голосованию ООН, то в нужном направлении смотрят только Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа. От Эритрея я, конечно, такого удара не ожидал. Причем президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно предлагал подписать США и коллективным Западом договор о гарантиях безопасности России. Этого не произошло, и мы вынуждены заняться обеспечением своей безопасности другим способом. Дальше, похоже, учитель должен рассказать об американских биолабораториях на территории Украины и о желании Киева воссоздать ядерный потенциал. На картах для удобства школьников мы видим, как украинские и натовские войска нападают на Крым и Ростов. Я не буду вам показывать четыре позиции, не просите. Я карта, я карта. 24 февраля 22 года Верховный Главнокомандующий вооруженными силами обратился к россиянам и объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого школьникам должны объяснить цели России, хотя, мне кажется, у авторов презентации информация слегка устарела. Действия Российской Федерации – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. В частности, демилитаризация Украины должна юридически закрепить статус Украины как нейтрального государства, на территории которого не будут размещаться вооруженные силы НАТО, а сама Украина не будет проводить линию наступления в этот альянс. По целью демилитаризации подразумевается комплекс мер по очищению таких сфер, как политика, экономика, культура, образование, юриспруденция от влияния нацистской идеологии. Интересно, а если вдруг Южная Корея решит демилитаризовать Северную? Российское и белорусское правительства это поддержат? Если что, это не провокация, мне правда интересно. Между государствами конфликт, Северная Корея постоянно ракеты запускает, вот Южная и решит себя обезопасить по четырем направлениям. Дальше ученики узнают о мужестве и героизме российских военнослужащих. С первых дней проведения специальной военной операции военнослужащие проявляют настоящий героизм, преданность военной присяге и преемственность боевым традициям российской армии. После рассказа о нежелании сдаться неонацистам, авторы презентации вспоминают о Великой Отечественной и Афганской войне, чтобы после опять вернуться к современным событиям. Эти примеры служат нравственными ориентирами для тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, уничтожая нацизм. Взаимовыручка и готовность положить жизнь за други своя во все времена была отличительной чертой российского воинства, и специальная военная операция наглядно подтверждает это. Именно эту связь настоящего времени и из 40-х годов подчеркивает и следующий слайд. Школьники должны прочитать стихотворения Анны Андреевны Ахматовой и современного поэта. Современные герои встанут в один ряд со своими дедами, защитившими Родину, Великую Отечественную войну. Их подвиги навечно войдут в историю побед нашей армии. На этом теория заканчивается. Не выключайте ролик, там дальше еще практика. И у меня всего один вопрос. А кроме повышения патриотического духа... Кстати, я недавно в Телеграме опубликовал фотографию от подписчика. Именно вот так в Тольятти повышают патриотизм сербский. Рассказать, что любые военные действия, в первую очередь это смерть и горе, не нужно? Ну, я тоже так подумал. Понятно, что информация о 10 миллионах людей, вынужденных покинуть Украину, лишняя. Если что, это данные ООН. О 10 миллионах, а не лишней информации. Не, зачем студентам и школьникам голову забивать. К тому же занятие не резиновое. Тут либо фотографии нацистов, либо беженцев. И выбор, как вы понимаете, очевиден. А если серьезно, даже в рамках той позиции, которую вы пытаетесь донести до учеников. Россия против нацистов, преступный киевский режим. Рассказ о мирных жителях. О 10 миллионах женщин, детей, стариков. Даже одного слайда не удостоился. Серьезно? Хотя, чему удивляться? Тут о российских официально подтвержденных потерях ничего не сказано. Какие уж там украинские беженцы. Не тот тон был бы урока. Какой-то грустный. Гораздо лучше вон танцующего на своем балконе красовского показать. Там города бомбят пацаны, праздник сердца. Дальше начинается практическая часть урока. Детям предлагается принять участие в акции письмо солдату. Отмечается, что уже написано 247 тысяч писем. Если у кого-то данное задание вызовет трудности... Мать екатеринбургского школьника рассказала, что его отчитали за письмо на фронт, в котором он попросил не убивать людей. Пятиклассник участвовал в акции «Добрые письма». На уроке русского детям предложили написать письмо на фронт солдату. Ребенок пожелал военным вернуться домой и не убивать людей. А я говорил, что западная пропаганда не спит. При этом учительница пообещала детям, что проверять их письма никто не будет. Они отправятся прямиком солдатам. Спустя несколько дней мальчика вызвали в школу на разговор. Тимофей долго возмущался, ведь учительница сказала, что не будет ничего читать. Она спросила, кто ему разрешил писать свое мнение. Оно никого не интересует, и нужно было писать по шаблону. К шаблонам как раз и вернемся. Вот вам и как начать письмо, и что рассказать о себе, как выразить благодарность солдату, и что пожелать на прощание. Отдельно выделена информация, которую не стоит указывать. Вот такое занятие планировалось провести в российских школах и колледжах. Презентации еще на прошлой неделе появились на сайтах многих учебных заведений. Услышали ли все это школьники и студенты, как всегда, зависит от конкретного учителя. Потому что урок проводит не методичка и не презентация, а педагог. Обязательно поделитесь в комментариях своим мнением, что вы думаете. Нужно ли больше подобных уроков в российских школах, и хотите ли вы еще такие обзоры на моем канале. Лучше бы, конечно, на беременов 16, тут спорить не буду. И если вы хотите поддержать меня, то обязательно поставьте этому ролику лайк. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно. И все новости об образовании появляются гораздо быстрее. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и держитесь.